Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем тринадцатое занятие, это вторая часть, и мы будем говорить о цикличности эволюции. На первом занятии мы закончили на том, что всего блага нам даётся очень много многогранной, божественной энергии, знаний, которые помогают нам эволюционировать. Что значит расти, становиться лучше, усовершенствоваться. И продолжим говорить об этом. Так, уже солнышко выглянуло во всём. Я позавтракала, обедала. Буду немножко прятаться, чтобы не светило сильно в глаза. Я его очень люблю, но когда оно тебя слепляет, то становится ещё и жарко. Итак, цикл. Здесь опять же наши три матрёшки, три яичка, голубенькая Вселенная, красненькая Солнечная система и серенькая Земля и цивилизация на планете Земля. А циклы у всех называются плюс-минус одинаково. Это день, есть день Вселенной, есть день Солнечной системы, день на планете Земля один, день на Солнце другой. Хоть мы и достаточно близко по часам находимся, у нас 24 часа, но вот смотрите, за 40 недель, пока мамочки носят в животике своего малыша, луне проходит 28 месяцев, 28 недель. Вот я всё перепутала. Всё, вычеркните это. Ладно, день, месяц, год, да, во Вселенной тоже есть год, есть век, сто лет и есть эпоха. И, например, вот наше развитие земной цивилизации это четыре цикла. И так как на Востоке сохранились об этом знания, они называются юги, и их 10 штук. В четырёх циклах 10 штук. Я так, знаете, когда стала разбирать на пары, я так подумала, что это у нас как четыре сезона и, наверное, парочка переходных периодов, потому что ни во Вселенной, ни в Солнечной системе, ни на эклиптике. Это не тортик, где всё нарезано, не циферблат часов, созвездия, галактики, планы, миры. Оно всё вот так вот перемешивается. Соответственно, вот у нас Большая Фиолетовая Вселенная, она взаимодействует, естественно, с Солнцем. Солнечная система, вы знаете, она немножко в конце находится на краю Млечного Пути, то есть нам ещё эволюционировать, эволюционировать, пока мы туда долетим, доплывём в водах океана галактического. Вот. Потом вот я вам показываю такую многогранную. Это не взрыв, это именно такой свет, который во все стороны, это как фейерверк, да, из причины возникает следствие. И они вот такие разные. И вот, да, наша третья эпоха с оранжевенькими человечками лемурийцы которые были такие как глыбы во время вулканической земли и жили они вместе с динозаврами в этот период на планете Земля. Они возникали, вы помните, у них не было глаз. И вот давайте перейдём на следующую как раз инфограмму, да, где мы видим, как же всё-таки мы развивались. Вот облачко, и видите, я тут снежинки показываю. Почему? Потому что мы выпали в осадок с Луны, так, выпали мы в осадок вот такими облачками, и вот смотрите, кристалл в минеральном царстве, да, у всех кристаллов разные решётки и снежинки, каждая снежинка имеет свою форму, нет одинаковых снежинок. И вот я поэтому подумала, что да, мы похожи на снежинки, потому что если мы выпали в осадок как облако, то потом мы могли выпасть в осадок как снежинки, учитывая, что первый цикл развития, скажем, зародыш, да, человеческой цивилизации на планете Земля, она была в эпоху, которая называлась полярная. Дальше вот я справа нашла такую чёрно-бирюзовую матрёшку. Мне кажется, она максимально соответствует переходному периоду от полярной эпохи в эпоху гиперборейскую, когда всё стало конденсироваться, но тогда ещё человек был андрогенным. Мы говорили на предыдущих занятиях, что из облачка выпачковывались дети, да, они принимали решение, это был выбор, потому что всё у нас женское, мужское, инь-янь, и творец наш, создатель вселенной тоже, есть вселенная материя, она спит, потом её оплодотворяет проект Логоскот, да, и по этому проекту начинает цифра развиваться из информации в материю, так, но вот там такие два колечка, это вот это женское, мужское, это всё ещё, оно всё вместе, всё андрогенное, потом я из двух иконок сделала такое яйцеобразное, выпадающее в осадок, более такое растительное, кстати эмбрион малыш в лоне матери он когда растёт, он проходит все те же этапы и мы говорим о том, что во вселенной всё, что наверху, то и внизу, то есть заходит логос, код отца ДНК с проектом, так, в лона матери материя, как вселенная, которая спала, органы существовали, но они не были активны, потом во вселенной начинают расти галактики, системы звёздные, солнечные, планеты и всё остальное, вот, эфир, это тоже материя, она многогранная, многослойная, тонкоматериальные миры, они тоже информация, это будет отдельное у нас занятие, вот, соответственно, всё это сгущается, краски сгущаются, материя уплотняется, конденсируется, и вот такое, короче, яйцо с такими растительными штуками, да, появляется, андроген, он ещё пока что, он, она, так, потом, вот этот вот там происходит, это всё брызгает, это всё взрыв, он всё время, да, нам всё время дают для эволюции импульсы, назовём его импульс, вот этот импульс у нас, так, и вот уже знакомый нам лемуриц без глаз, тут он один с иракесом, но, по сути, потихонечку их становится двое, вот, и когда, как говорится, Адам познаёт Еву, у них же глаз нет, они не видят себя ни в зеркало, ни в отражении водопадов, соответственно, мужчина познаёт женщину, и я вот нашла такие картинки, где там ещё без глаз, где есть отец, мать, и вот двое деток у них, а самое классное, что мне понравилось, я вставила сюда, это неваляшка, вот наша неваляшка, я считаю, как я вам говорила, колобок это сказка о создании вселенной и нашей цивилизации, я от бабушки ушёл, от дедушки ушёл, которые по сусекам поскребли, от вас и подавно уйду, а неваляшка это неубойная игрушка, которую как ни кидай, как ни толкай, офицеряне, марсиане, мы сами, не, она стоит, она так раз покачается и опять встанет, и видите, у неё много кругляшков, да, то есть различных сфер, вот, есть и головка, уже и глазки, и лапки, и пуговички, но всё это сферы многогранные от импульса, так, и дальше у нас уже вот возникает матрёшка он и матрёшка она, почему я выбрала матрёшку, ну, как я ему говорила, во-первых, я минина Виктора Михайловича, слушаю у них, это матрёшка ма3.su, вот, но по сути, когда мы говорим, что семь тел у человека, человек более многогранен, чем просто семь тел, но да, вот одно в другом эволюция, рост, так, происходит, вот, и далее мы говорим о том, что вот они, раз, два, три, четыре, пять, мы сейчас пятая раса, так, атлантов я не стала делать, я вам атлантов показывала уже несколько раз, и всё время говоря о том, что боги жили среди нас, и мы, когда были атлантами, мы прилично косячили, потому что мы знали всё, и божественные энергии, потому что, по сути, эволюция, она не только в материи, вот эта конденсация и усовершенствование, эволюция, она и в духе тоже, да, соответственно, если, когда пятой, ой, в четвёртой расе атлантов люди, человеки знали, имели все знания, так, божественные, знали законы мироздания, но они также могли ими и управлять, они игрались со стихиями, они с титанами некоторые бились, мерялись силой, кто круче, они создали культ личности и стали сами на себя молиться, поэтому, по сути, смотрите, от животного состояния, когда, чему учится животный мир, они учатся инстинктом, так, инстинкт, дали нам дали разум 15 миллионов лет назад, мы начали с этим разумом и сознаниями косячить, и получается, что без воли и без высшего аспекта, не познав вот эту тьму негатив, не победив ее, не получается эволюция, поэтому опять мыло мочало, нам отключили разум и не разум, а флешку просто обнулили, нам дали новую флешку, и теперь каждое воплощение нам ее дают, потому что накопительным образом, вот у нас тут импульсы, да, кармические круги, мы должны те или иные навыки получать, и по тем двойкам, которые в предыдущем воплощении у нас были, мы должны получить пятерки, соответственно, что происходит? Происходит, что отличники становятся преподавателями, преподаватели становятся профессурой, учителями с большой буквы, а чем ниже находятся на пути эволюции люди-человеки, так, я сейчас опять в пятую в нашу возвращаюсь, в пятую подрасу арийскую, рыбную, тем вот сейчас и время конденсируется, энергии определенные на планету Земля приходят, вот очень многие люди, я смотрю, наблюдают по вибрациям Шумана, смотрят, сколько нам там Солнце дает, а я думаю, что у нас помимо Солнца еще есть определенные тела, которые уже нам транслируют, потому что мы, как мы говорили в начале занятия, опаздываем, многие еще не прошли даже эпоху рыб, и мы, россияне, которые в центре планеты Земля на Колиленде находимся на сегодняшний момент, тоже очень многие заигрались в мир, дружба, жвачка, гаджеты, вот, соответственно, нас начинает ускорять. И вот следующая у нас, значит, инфограмма, где я пишу, что 2025 год, это вход, вход в эпоху Водолея, поэтому, кто не прошел аттестацию, у кого двойки или тройки еще по рыбной эпохе, у кого еще четвертки по Арийской, ребята, надо ускоряться, поэтому мы вам тут все рассказываем достаточно подробно. И вот смотрите, что мы ставим в центр, так сказать, угла. Это, прежде всего, иниянь, гармонизация женского и мужского, отца, божественного отца, божественной матери, пара, семья. Гармония. Гармония всех начал, внутреннего, внешнего, высшего, низшего, женского, мужского. На чем это опирается? На мудрости жизни 21. И вот у нас книги, знания. Напоминаю еще раз, что мы с луны, с месяца, да, через облачка, через импульс, сверкающий. Мы получили эти знания, и нам их надо активизировать. Пришлось переехать, потому что очень было жарко. И я так немножко, так сказать, в полутень перешла. Итак, следующий слайд инфографики. Это 2025 год. Это выходы в эпоху Водолея. Мы с вами говорили уже о том, что 2024-й это последний год переходный. Я вам здесь все изобразила. И что хочу сказать. Дорогие друзья, все ударники, троечники, двоечники из эпохи рыб надо активизироваться. Вы видите, у нас здесь есть импульс, то есть солнечная система, космос, вселенная нам дают все, что нам необходимо. И поэтому я вам здесь изображаю, к чему мы должны прийти. Вот посмотрите, как рыбки похожи на иньянский знак. Так? То есть рыбка у одной головка вниз, у другой наверх, также у иньян. И причем сейчас идет такая структура, когда и материя, у нее, видите, головка такая достаточно плотная, она может перевесить и раз, и пойти, но не вниз, да, как бы инволюция, а именно начать вот это движение, которое по гармонизации. мы все время говорим, что вот он и она. Так? Здесь также я вам напоминаю над логотипом Мудро 21, что у нас основная тема импульс. это то, что нам дает космос. Мы своим разумом, своей осознанностью, своим здравом мыслям должны перейти вот в эту гармонию внутреннее с внешним, мужское с женским, женское с мужским, мужское женское с детским, да, высшее с нижним, все-все-все, но нам необходимы знания. Поэтому я вам здесь напоминаю, что мы облачка, вот вам месяц, луна, так, звезды, знания, книги. И еще раз вам напоминаю, что Тельцовый период, эпоха, не только каждый там май-апрель, да? Нет. Апрель-май, да, не только каждый апрель-май у нас Тельцы, да, а марта-апрель Овны, нет. Это тысячелетние эпохи, которые уже закончились. То есть у нас Телец, который был Каин, он уже ушел, тю-тю, все, нам не надо пахать, обрабатывать землю, у нас гаджеты, у нас автомобили, у нас многоэтажные дома, в которых мы живем, у нас достаточно технократичная цивилизация, но вот в этой арийской овновской истории очень много народу зависло, поэтому обращаюсь ко всем, не только господа, кто в рыбах еще не прошел аттестацию, очень многие еще вот в этой арийской расе сидят, и двоечники реальные, вы в тамбуре задержались, время ускоряется, все ускоряется, давайте бегом экстернатам, зачетки, Сатурну, всем показывайте, и наилучшим образом развивайтесь, потому что, что сказал Иисус? Иисус сказал своим апостолам, ученикам, ну, своим ученикам, это мы их называем апостолам, увидите человека с кувшином воды, идите за ним. Так, вот, с 25 года, ребят, мы должны быстро, быстро перейти на эти духовные высшие энергии. Так, следующее, что хочу сказать, мой друг из Латинской Америки, у него мама аргентинка, папа бразилец, живут они в Швейцарии, мама режиссер в театре, мы с ней познакомились и сразу слились, они меня очень хорошо поддерживали, с моей рукописью, очень много на эти темы говорили, вот, и вот сын прислал мне книгу, он работал иллюстратором, как они видят фашизм из Латинской Америки и, соответственно, Европы, книга на испанском языке, но я стала смотреть орфографику, она необыкновенной просто красоты, но что я там увидела, там увидела цифру три, и меня только тогда осенило, господи, мы не только в двадцать первом веке, мы в третьем тысячелетии, так, и кто где находится, что-то я не тут сдвинула, и кто где находится, ай-яй-яй, сейчас я мышкой верну, так, третье тысячелетие, пора брать на себя ответственность, и вот здесь тоже наш импульс, все занятие номер тринадцать, я вам говорила, говорю и буду говорить, а обозначьте, примите в себе божественность, вы должны понимать, что вам дано все, что достаточно, и во благо, человек возомнил себя круче природы, человек сказал, я не верю в высшие силы, многие стали атеистами, прекрасная смелость, прекрасный опыт, да, как это взять всю ответственность на себя, а я вам говорю, вся солнечная система, весь космос, который окружает нашу солнечную систему, все созвездия, все цивилизации, высшие иерархии зодиака, владыки кармы, все работают во благо ради нас и для нас, поэтому, что я здесь изобразила, третье тысячелетие, откровение для меня, вообще никогда не думала на эту тему, а хотя я очень люблю все же как дева по полочкам раскладывать и классифицировать, да, я подумала, так, четверть века прошла, одна четвертая, двадцать первого века, ношусь с этой цифрой двадцать один, как с писанной торбой, два плюс один, и все остальное, все остальное, третье тысячелетие, пора, ребят, проснуться. Итак, видите глобус? Я какую нашла классную иконку, где различные эпохи, одна, вторая, третья, они, одна начинается, другая заканчивается, и да, в каждой эпохе есть пионеры, которые становятся учителями с большой буквы и профессурой, а есть двоечники, которые в хвостах, и вот у нас три точки сверху, так, третье тысячелетие нас посчитали, помните советский мультик, он и меня посчитал. Итак, не забываем, что мы стремимся в эпоху Водолея, говорила, говорю и буду говорить, я хочу вас растормошить и пробудить, просыпайтесь, люди и добрые, и добрые. Так, почему две матрёшки? Здесь у нас уже матрёшка он, матрёшка синий, да, он так покрупнее, и матрёшка она. Матрёшка она, но у неё солнышко, видите, изображено, потому что женщина, она должна подсвечивать путь своему мужчины, должна пробудить интуицию. Вот эта роза, которая бутон, из бутона расцветает цветок, потом он даёт семена, и они летят по всему свету. Он, мужчина, он достигатель, он должен пробудить в себе, вот как ранее мы говорили, как это, из уголька стать алмазом. И потом из воплощения воплощения делать вот эту божественную грань, и чтобы даже сверху вот такая раз Божья искра, она проявилась, из искры возгорится пламя. И далее, как всегда, в конце занятия я хочу вам напомнить, что вот он импульс, да, и здесь был один человек на планете Земля, я это рассматриваю как человек, эго, наше низшее. Мы из облачка, из групповой души должны были разделиться на монады, на индивидуальности, и у каждой божественной монады, у каждого вечного странника, где наше тело, это только колесница нашей души, банальное транспортное средство. Да, его надо держать в порядке, за ним надо ухаживать, но все должно быть в гармонии, трудиться во благо и в гармонии, с духовным развитием, тренировать свое тело, но и дух, душу тоже питать, питать знаниями, питать добром, питать любовью, и тогда из эго человека мы становимся парой, нас становится двое, мы берем за руки друг друга, смотрим в одну сторону, идем одним путем, и тогда нас становится трое, божественное отцовство, божественное материнство и дитя, нам для этого дали все, что необходимо, солнце нам дает жизнь и энергию, луна, мир астральный, ангелы, что нам дала луна, луна нам дала ночной мир, мир астральный, когда мы ложимся и наше физическое тело отдыхает, наш энергетический двойник делает генеральную уборку по нашим органам, потому, потому, посему, согласно тех вибраций, которые мы за день дали этому телу, если мы злимся, если мы ненавидим, если мы противостоим, то энергия разрушения, она также в наших клетках проявляется, так? Если мы курим, если вы курите, я бросила в 12-м году в один день, если вы курите, вы отравляете эфирное тело, энергетический двойник, эти смолы откладываются в клетках вашего тела, это нехорошо, соответственно, на каких вибрациях, с каким настроением вы засыпаете на тот план тонкоматериального энергоинформационного мира планеты Земля, вы и отправляетесь. Если вы насмотрели телевизор и там вот эти новости, вот этот все т-т-т-т-т-т, все этот негатив, вы будете, и вы не умеете еще контролировать свое энергоинформационное ментальное поле, ауру, тем более у кого телевизоры в спальне, а сейчас телевизоры везде, или вы в гаджетах что-то там насмотрелись, да, слили туда энергию, подключились там к какому-нибудь каналу, какой-нибудь матрице, там вы будете и ночью находиться, а чтобы во благо мы говорили с вами о том, что вспоминайте свой день с вечера до утра, рассматривайте ситуации, понимайте, где вы были неправы, смотрите, как исследователь, как следователь каждую ситуацию, просите прощения, если что, даже на расстоянии, прощу прощения, извини, я был неправ, или я была неправа, я только учусь. Итак, астральный мир очень важен для нас, потому что, как мы говорили в предыдущем занятии, можно жить без воды, можно жить какое-то время без пищи, но без сна невозможно, потому что энергоинформационное поле, наш второй двойник энергетический, должен работать с нашими органами, пока астральное тело тоже перезаряжается. Чем вы его заряжаете, с кем вы общаетесь, с ангелами или с демонами, я условно, естественно, говорю, все в ваших руках. Дальше Марс, динамические энергии, наш прекрасный тренажер, наши контролеры, наши экзаменаторы, да, и на протяжении всего тринадцатого занятия я подчеркивала, что вместе с разумом нам дали закон свободы, выбора и воли, и мы выбираем свет или тьму божественное или люцифицирианское, марсианское, да, соответственно, красное огненное или радужное, прекрасное. Меркурий разум и рассудок. без Меркурия мы бы сейчас ни интернета не имели, ни мозгов, и они бы не наполнялись даже в течение нашей жизни, ум наш не наполнялся бы ничем. Сейчас у нас есть флешка карта памяти нашего обыденного, то, что происходит на физике у нас во время данного воплощения, но если когда вы насытили свое энергоинформационное поле, если ваша душа не сухая губка, тогда там расцветает цветок познания, открывается канал с божественным, у нас 16 каналов у людей белой расы, поэтому если какие-то у вас чахлы или закрытые, основные два канала, которые мы должны использовать во время сейчас водолейской эпохи, это чакра сердечная и чакра разума, они должны быть открыты, если у вас там форточка, то потухнет, то погаснет, то вы видите только миры низшие, и в них как белка в колесе существуете, туда сливаете энергию, потому что учитывая, что каждый человек, ну, которого, естественно, не саботировала, не покинула душа, потому что уже, скажем, потеряла всякую надежду и не видит целесообразности продолжать опыт с данной колесницей, тогда наш разум рассудок, если, когда открыты, душа расцветает цветком и мы начинаем вспоминать по готовности прошлые воплощения, как случилось со мной в 2013 году, я видела и начала видеть только свои, далее, позже, инвестируя свое время в знания, познания, собирание мудрости жизни, у других людей, которые знают больше меня, я являюсь только переводчиком на современный язык, я стала видеть и знаю и понимаю сначала и воплощение ситуации с другими людьми, потому что никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек на твоем жизненном пути твой великий учитель, и далее вы уже можете общаться и с Родом Небесным, и с высшими структурами, и с иерархиями света, и возможно у вас будут появляться учителя именно божественные. Если же вы не обладаете этими знаниями, не понимаете свою бриллиантовую многогранность, тогда вас реально как кролики, которые думали, что они любят друг друга, вас разводят на слив энергии. Теми или иными способами, обманным путем эти энергии вы начинаете сливать. Мы говорили, что мы будем делать флешмоб по гаджетам, в том числе вы можете наблюдать со стороны виднее всегда, как и сколько времени, экранного времени вы расходуете, и что вы смотрите. вот даже вот эти тетрартисы или как они называются, когда там вот эти штучки падают, и их надо собирать, это слив энергии вашей божественной, вы ее отдаете в матрицу некочастотных демонических энергий. Так, Юпитер, идеализм и устремление, поэтому я вас приглашаю, устремляйтесь к Юпитеру, также в четверг, не в этот, потому что завтра мой день рождения, я солнечная дева родилась, 19 сентября 1969 года, и завтра мне исполнится ровно 55 лет, тоже прекрасная цифра, я довольна, на каком уровне своего духовного развития я пришла к этой дате, а начала и задумываться, наверное, после 50, я тоже посчитала, что вот, я прожила полвека, очень много накосячила, с одной стороны, с другой стороны, очень много опыта, который стал моим навыком, и уже опираясь на фундамент знаний, собранных, я стала делать свой выбор осознанно, и поэтому вам очень тоже советую, рекомендую выходить в осознанность. Венера, любовь и объединение, да, мы должны взять друг друга за руки и создавать божественные союзы, пары, и вместе строить светлое будущее для своего подрастающего поколения. Сатурн, препятствие, преодоление, это всегда строгий контролер, поэтому знайте, что в 29 лет и вот ко мне в 58 лет, когда придет второй раз Сатурн, ну, помимо тех транзитов, которые происходят, опять же, это уже дальние планеты, поэтому не раз в году он бывает в том или ином знаке, а продолжительность вы можете всегда прогуглить и посмотреть, кому интересно. Так вот, когда он придет 58 лет, я надеюсь, что он не будет меня сильно ругать и я надеюсь, что, возможно, меня даже похвалит и приободрит. Далее, Уран, это альтруизм и воображение. Воображение я очень прекрасно начала прокачивать, когда начала писать первую книгу «Он и она», и теперь у меня достаточно хорошее раскачанное энергоинформационное поле, я довольна, и как истинный альтруист, возможно, даже пассионарий, я веду занятия не для того, чтобы получить на первом месте финансовую выгоду, а для того, чтобы именно те знания, которые собирали и наши предки, и люди, с которыми я познакомилась в жизни, так как все наши книги и занятия пишет сама жизнь, она мне показывает через людей, через ситуации, через события, как, что мне, когда говорить, так, Нептун – это воля, это вот тот стержень, который у нас был голубого цвета, да, в инфограмме, женское и мужское начало, и Плутон – преобразование в духе, именно преобразование в духе мы должны активировать в нас, да, человек, божественное создание, венец мироздания, и так как все личные планеты более-менее у нас уже проявлены, у кого-то больше марсианские, у кого-то больше лунные, у кого-то больше меркурианские, венерианские, а высшая октава дальние нашей планеты, старшие наши братья, которые нас и дают нам и энергию, импульс для того, чтобы человек стал не только венцом мироздания, но и зашел в великую шестую расу, сейчас у нас пятая подраса пятой расы, так, нас ждет еще шестая, седьмая, и я думаю, что именно на славянский народ возложена эта миссия Россия водолей в том числе вывести как Ной выводил из Атлантиды последних атлантов через реинкарнацию в том числе, так и россияне должны сами пробудиться, многие спят еще, ребята, многие еще в арийских в тельцовых энергиях копытом бьют, даже еще не заплыли в воды морей и океанов, а нам пора уже, голубое небо, облака, поэтому желаю вам от всего сердца, как солнечная дева, которая очень любит все оптимизировать, но сначала попробуй-ка сама, да, поэтому я начала с себя, поняла себя, приняла себя, раскрыла себя и учусь и познаю этот мир. Поэтому, ребята, желаю вам всего самого наилучшего о Юпитере, о шестой расе, о возможностях ее развития мы будем говорить, наверное, в следующий четверг. Завтра отмечаю день рождения. Моя сестра приехала из Москвы, мама здесь живет в Сочи, вы знаете, я вам не раз об этом говорила, и это будет первый раз, когда уже я Ольга осознанно, вот этот божественный треугольник, мама, моя старшая сестра и я будем отмечать мой 55-летний юбилей, и поэтому в следующий четверг или к нему я запишу варианты развития событий, так как когда каждый человек рождается, нам дают определенные энергии, плюс у нас багаж из предыдущих воплощений и у нас есть определенный план действия, но есть также закон свободы, выбора и воли, поэтому может, не значит будет, но у нас есть несколько сценариев развития и перехода на следующий этап эволюции, так вот, если ближайший нас, наш цикл эволюционный это шестая подраса пятой расы, затем будет седьмая подраса пятой расы, соответственно, водолей и козерог, да? И, наверное, уже как стрельцовая эпоха мы сможем, если справимся, если не будет много двоечников, если мы все будем пионерами, мы перейдем в шестую великую эпоху, и вот по этой эпохе тоже есть много сценариев. Есть сценарий с Юпитером, есть сценарий с другими звездами, все зависит от нас, нужно ли нам будет еще поработать над собой в том или иной эпостаси. Поэтому приглашаю вас всех объединять усилия. водолей это эпоха без границ, любовь без границ, знания без границ, мудрость без границ. И так как эволюция человечества и каждого человека развивается от животного, это все время это слово забываю, потому что оно, наверное, мне уже не свойственно, инстинкт, второе это эмоции и когда мы переводим эмоции в чувства и переходим в осознанность здравомыслие в каждом дне и чему нас учит жить? Гармонии и балансу. Когда мы сможем перейти в высшую музыку сфер гармонии, тогда будет нам счастье. Поэтому одноклассники, люди, которые учатся со мной в одной школе, каждый в своем классе, каждый на своем уровне, нет хороших или плохих. Все зависит от скорости вашего выбора и от воли, как вы ее прокачали. Если вы идете на поводу у общества, у обывательских мнений и установок, либо вы готовы быть созидателем, сотворцом своего настоящего и нашего светлого будущего. Благодарю за внимание. До новых встреч в эфире. в эфире. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok